В ходе обсуждения фронтовики затронули наиболее актуальные темы регионального уровня. В число таковых, в частности, вошло выделение участков для многодетных семей, застройка салочи, реконструкция отчестных сооружений Рязани, налоговая политика в отношении малого и среднего бизнеса в условиях кризиса. Обсудили и наболевший вопрос о передаче на концессию городского водоканала. У ряда участников возникли опасения относительно качества оценки состояния этого предприятия, полноценности выводов о его финансовой несостоятельности, а также полноты публичного обсуждения этой темы. Все вопросы, внесенные в повестку, обсуждались с участием экспертов, в роли которых выступали те, кого непосредственно касается тайная проблема. Подобный состав площадок, отметился председатель регионального отделения ОНФ Андрей Красов, является гарантией того, что предложения, собранные по итогам конференции, не останутся в теории, а будут реализованы. Если вот проблемы у граждан, проживающих в Рязани, в Рязанской области есть, значит, мы не всю свою работу выполнили, как бы, и на этом не заканчиваем. А на самом деле, сегодня в течение определенного времени мы сначала на трех дискуссионных площадках поработали. Говорили и о социальной сфере, расширению сети дошкольных образовательных учреждений и создании доступной среды. По данным членов ОНФ, тема отсутствия барьеров в городской среде сейчас продолжает оставаться актуальной. Участники конференции обратили внимание на необходимость улучшения освещения города, корректировку тарифной политики, снижение фискальной нагрузки, а также ставки по упрощенной системе налогообложения до трех процентов. Также в состав регионального штаба по итогам голосования были включены проректор Рязанского государственного агротехнологического университета Лариса Лазуткина, многодетная мать Евгения Рябова, руководитель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков и депутат Рязанской городской думы Евгений Зызин. Мы, можно так сказать, влили в наш штаб свежую кровь. Она пополнилась сегодня четырьмя новыми членами регионального штаба, потому что проблем много, и поэтому необходимо решать эти проблемы, и нам нужны активные люди, которые действительно не только хотят в лучах славы нашего президента как бы попиариться, но действительно помочь. В завершении конференции определили основные направления деятельности регионального отделения на 2016 год. Основная повестка по-прежнему та же – наблюдение за исполнением чиновниками майских указов президента.